всем привет подробный обзор на мультиметр 171 серии данная модель отличается отличным жидко-кристаллическим дисплеем как видим с отличными углами обзора практически как на IPS матрицы в общем прибор довольно крупного размера промышленного образца в целом сейчас рассмотрим поподробнее всем приятного просмотра KKR24 Technologies поставляется в такой фирменной брендовой упаковке в данной серии представлены всего три модификации первая модель с классическим жидко-кристаллическим монохромным дисплеем средняя модель как раз этот технология ABTM и третья модификация оси построена на базе OLED матрицы комплект поставки входит вот такая качественная сумка для удобства хранения и транспортировки сертификация ответствия с датой проверки июнь 21 года брошюрка возможно для скачивания электронного руководства пользователя комплекте руководства пользователя на китайском языке где можем видеть все основные технические параметры прибора том числе и разрешение точность допустимые отклонения и так далее для более детального изучения характеристик можно поставить на паузу снова в комплекте продавец положил в подарок вот такого плана шуту и которые способны коммутировать ток до 10 ампер ну и на концах вместо изоляционных наконечников идут заглушки и длина таких проводов порядка одного метра далее в комплекте видим вот такого плана тестовые зажимы тоже рассчитанный на ток максимум 10 ампер usp провод для связи с компьютером и длина провода порядка одного метра переходник адаптер для зарядки не внимая аккумулятор из прибора блок питания для зарядки не для наших стандартов разъем порядка пять с половиной миллиметров технические параметры блока питания на выходе постоянное напряжение в 9 вольт с коммутацией тока силой до 1 ампера еще одна пара шубов на этот раз это уже комплектные есть изоляционные наконечники также это несмотря на более крупный размер ток коммутации все равно тех 10 ампер и длина проводов порядка одного метра и для измерения температуры термопара стандарта к указанием полярности на разъеме сумка также имеет карманы внутри похоже на износостойкий материал и есть такие пружинки для укладки шубов ну и такая перегородка для мультиметра хочется отметить отличное качество селектора хотя в моделях 61 серии она одна из лучших очень мягкое и точное переключение хотя и здесь тоже где это никаких случайных проскальзывание и как вы точное контролируемое переключение снизу расположены гнезда шубов справа это все основные функции измерения и максимум измерения до 1000 вольт в третьей степени класс категория безопасности слева цепь коммутации малых токов совмещенные малые и микроамперы с возможностью измерения максимум до 600 миллиампер и силовая цепь коммутации и здесь максимальный ток коммутации до 10 ампер качество изготовления здесь традиционно очень высокая присущая бренду unitrend первое включение и первое измерение переменного напряжения начинается с режима измерения low z и как видно здесь напряжение не скачет стоят строго нули хотя точно такая же функция есть и в новой модели 61 серии первое измерение и видим результат измерения переменной бытовой сети где одновременно отображается и напряжение и частота ну и есть значок опасного высокого напряжения в следующем режиме нормально отображается извлечение истинного среднеквадратичного значения и данный режим с функцией vfc voltage frequency control то есть здесь с изменением частоты можем видеть отлично сохраняется достаточно стабильные показания извлечения истинного среднеквадратичного значения это даже при значительном увеличении частоты с этой кнопкой можем переключаться из измерения частоты в измерение процентного соотношения скважности с помощью кнопки и range можем выбирать десятые сотые тысячные доли вольта менять диапазон на измерение удерживая нажатой кнопку можем переключиться автоподбор диапазонов достаточно долго идет измерение стабилизация показания низкой амплитуды теперь возможность измерения постоянного напряжения по точности здесь должно быть все порядке видно как значение совпадают высокоточным блоком питания райгал и каждый милливольт нормально складывается не набегает погрешности 100 милливольт достаточно точное измерение низкого напряжения 1 вольт точь-в-точь как на блоке питания и даже значение 5 вольт смотрим не набегает погрешности и один в один повторяет показания блока питания теперь измерения и элементов питания как видим измерение происходит очень быстро очень быстрая стабилизация показаний измерения и в данном режиме тоже с помощью кнопкой range можем менять диапазоны измерения либо удерживая кнопку нажатая переключаемся в автоматический подбор следующий режим и все то же самое только измерения происходят в режиме мили вольтов здесь при случайной ошибки смотрим выскакивает оверлайт ошибка перегруз но при возврате в нормальное значение напряжения смотрим нормально измеряет и с мультиметром ничего не происходит и еще хочется отметить это две цифры после запятой которых нет на блоке питания это уже микро вольт и шкала на дисплее подсказывает уровень заполнения допустимого измерения который в данном режиме измеряется максимум чуть больше 600 мили вольт с помощью кнопки select можно переключиться и в режим измерения переменного напряжения и в этом режиме уже быстро измеряется и малое напряжение но и более быстрая стабилизация показания измерения при пиковая амплитуде 50 мили вольт и выше уже начинается измерение и частоты и с малой амплитудой частоту можно измерить не более 100 килогерц и в данном режиме также можно из постоянного сигнала напряжение извлекать и возможные колебания амплитуды с помощью кнопки select переключаемся в режим измерения температуры устанавливаем термопару соблюдая полярность и видим как идет обновление показания измерения по мере увлечения температуры и еще одно нажатие кнопки select переключается в режим измерения уже в градусах фаренгейта приборе также есть функция релы режим относительного измерения смотрим как работает к примеру есть такое эталонное значение измерения напряжения и нажимая кнопку релы обнуляем данный результат и теперь все измерения будут проводиться относительно этого нуля эталонное значение здесь перемещается на верхнюю строку а с помощью основной строки уже можно измерять и соответственно подбирать максимально приближенные а значением компоненты или так скажем элементы питания смотрим как работает функция фиксации максимального и минимального значения измерения очень удобно что основное строка измерения продолжает измерять постоянно обновляются показания а на верхней строке в зависимости от того какой выбрать максимальный или минимальный отражается фактические показания фиксации измерения для переключения достаточно короткого нажатия между макс и мин есть еще функция avg так скажем извлечение среднего арифметического значения а для выхода удерживаем кнопку нажатой желтая кнопка выполняет роль функции hold то есть удержание показания измерения удержание нажатой данной кнопки позволяет уже регулировать яркость дисплея видим как упала яркость дисплея с такой яркостью значительно увеличивается энергоэффективность будет значительно дольше работать от одного заряда яркость регулируется в три ступени несмотря на прекрасные углы обзора практически идеальные углы обзора слева справа и снизу ну а если заглядываться сверху то есть такой переход контраста и это болезнь ведь только конкретно этой модели целиком самой технологии большинства существующих монохромных жидкокристаллических дисплеев следующий режим измерения начинается с измерения сопротивления на селекторе также видим возможность измерения наносименс каких только здесь нету возможностей теперь проверяем измерения сопротивления достаточно быстрая стабилизация показаний измерения и как видим идет нормальное измерение вплоть до 24 мега он смотрим теперь сопротивление самих шуков кнопкой select можно переключаться в режим прозвонки скорость отклика конечно не сравнить с 61 моделью но вот обычное замыкание и размыкание отрабатывает просто отлично а вот аналоговая шкала она здесь действительно живая и до появления звука видим шкала мгновенно реагирует при длительном замыкание щупов видим идет измерение сопротивления но к сожалению хоть и есть индикатор нет дублирование световой индикации теперь переключаемся режим теста диода неплохое напряжение на шубах при зажигании разных цветов светодиода видим нормальная индикация падения напряжения и как видно на всех диодах есть нормальное зажигание том числе и измерения для полной картины смотрим и зажигание светодиодной лампочки здесь также нормальное зажигание и индикация падения напряжения работа за светодиодами конечно здесь гораздо лучше реализована чем в новой модели 61 серии также отлично организована и тест диода помимо измерения видим идет дублирование звуком следующий режим измерения это уже конденсаторы начинаем измерение основного фарад измеряет достаточно быстро 1 4 нанофарада есть 100 нанофарад показывает как 133 и все что ниже тоже видим складывает дополнительных 20-30 пикофарад проверяю с другими щупами на случай если накопилось статика как видим все те же лишних 20-30 пикофарад набегает тоже касается более крупные емкости здесь видим неплохое измерение следующая емкость есть нормальное измерение измерение 12 мили фарад выскакивает такое значение скорее всего более высокая емкость не измеряется следующий режим измерения частоты смотрим теперь возможность измерения максимальной частоты на столь низкой пиковая амплитуде 50 мили вольт один килогерц есть 10 килогерц отлично 100 килогерц уже не хватает амплитуды но и всего лишь 10 мили вольт и как видим 100 килогерц и спиковая амплитуда из 5 вольт от пика до пика видим уже снова не хватает амплитуды максимум что может увидеть примерно 300 килогерц на частоте 1 килогерц видим нормальное значение излечения истинного среднеквадратичного значения в чем можем убедиться и на осциллографе райгол теперь пробуем на этой частоте в один килогерц поменять и разные формы сигнала видим достаточно быстрые стабилизации показания измерения на постоянной форме сигнала также пытается отобразить паразитные всплески в общем вот такие измерения попробуем измерения и токов на селекторе первое значение это высокие токи для этого сперва перекидываем щуп соответствующие гнездо будем использовать вот такую импровизированную нагрузку и как видим несмотря даже измерения проходят на более грубой цепи но показания с очень высокой точностью как на высокоточном блоке питания и самое главное с увеличением токов не набегает погрешность особенно ценная функция для любителей измерять утечки тока даже 3 миллиампера в столь грубой цепи измерения точь-точь повторяет показания лабораторного блока питания теперь проверим и с помощью бесконтактного способа и как видим здесь тоже почти такие же показания измерения и даже более низкие значения миллиамперов токовые клещи конечно показывает но с понижением нагрузки клещи уже не так точно снимают показания или более продвинутая модель и здесь тоже почти такие же показания измерения в грубой цепи также можем видеть и переменные малые токи мили и микроамперы помощью кнопки range можем менять в два разных диапазона измерения тогда 6 ампер с более высокой точностью и до 20 ампер с более грубым разрядом удерживая нажатая переключаемся в автоматический подбор диапазонов следующий режим измерения миллиамперов на этом же разделе есть еще функция токовая петля здесь видим прибор предупреждает о том что неправильно установлены щупой здесь тоже видим идет нормальное измерение тока что отлично в данном режиме помимо измерения тока одновременно сверху можем видеть и частоту в режиме измерения микроамперов здесь смотрим даже при значительном превышении порога прибором сперва выдает ошибку но при снижении в нормальное значение видим появляется индикации с прибором ничего не происходит постоянный ток тоже видим показывает отличные точные показания как на блоке питания на первой ступеньке есть небольшой истерезис или в данном режиме измеряете чуть более 600 миллиампер часов в режиме микроамперов на постоянном токе тоже значительное превышение смотрим прибор не пострадал все работает и здесь и в данном режиме тоже измеряет максимум 6000 микроампер с кнопкой range снова можем менять вручную диапазон и в данном режиме на выбор всего два диапазона либо удержание кнопки нажатой включается автоматический подбор диапазона на приборе есть еще такая функция фиксация пиковых значений измерения но пока не понял как все это работает где его включать возможно оставлю в комментариях как включать данную функцию и крайнее положение селектора функция ncv так называемый тест скрытая проводки работает эта функция очень даже неплохо есть также световая индикация также в зависимости от увеличения поля меняется степень интенсивности света звукового оповещения том числе это отражается и полосками на индикаторы дисплея в общем отличная реализация данной функции таким способом смотрим появляется вот такое значение это скорее версия прошивки ну и на включенном приборе удерживая кнопку сетап можем зайти в меню для настройки где в первую очередь появляется яркость brightness и с помощью кнопок вправо влево можем устанавливать необходимую яркость свечения и самое главное данная технология дисплея даже при столь низкой яркости смотрим на камеру нет абсолютно вредного обрицания но зато в таком режиме заряда аккумулятора хватит на очень приличное время следующая функция функция юсб включение данного выхода опять сделано для энергоэффективности что в данный пор постоянно не был включенным и с помощью этих кнопок можно включать выключать и при включении данной функции загорается вот такой снизу значок следующая функция бип то есть звуковой отклик нажатие тоже таким же образом боковыми кнопками можно включать выключать следующая функция это auto light of это скорее всего снижение яркости дисплея при простое на выбор предоставляется от 10 минут и более максимум 30 минут либо можно полностью отключить данную функцию следующая функция авто power of функция автоматического отключения прибора при простое также можем выставить соответствующие значения в минутах слева верхнем углу этот значок также говорит о включенной данной функции своеобразный таймер срабатывания авто отключения и снова с помощью боковых кнопок можем установить максимальное время таймера до 30 минут и при желании также можно данную функцию полностью отключить и тогда прибор будет бесконечно долго работать вплоть до полного опустощения элементов питания далее функция делит это скорее для удаления ранее записанных ячейки памяти показания измерения и следующая функция снова возврат режим измерения яркости целом прибор очень хорошего качества есть неплохие настройки для более точной подстройки под себя и самый большой недостаток данного прибора это его стоимость по качеству материала и по качеству изготовления здесь вообще сложно к чему-либо придраться внутри видимо внушительных размеров элемент питания напряжение во всем целых 4 вольта это батарейка скорее всего собрана на аккумуляторах стандарта 3 1 целых 5 вольт количестве 6 штук это в первую очередь ремонтопригодность основной уязвимой части теперь много и заглянем на компонентную базу по современным меркам эта модель конечно достаточно древняя но при этом достаточно хорошее качество сборки есть нормальная маркировка компонентной базы есть совсем незначительные следы калифолии и то на двух местах возможно вторичные пайки при сборке уже самого прибора крупные предохранители каждый отдельно для своей цепи коммутации и толщиной почти в один сантиметр размеры маленького предохранителя обратная сторона гнезда шипов смотрим хорошо изолированные во избежание попадания пыли во внутрь корпуса и если верить этой маркировке то модель тринадцатого года то есть это довольно старая разработка еще один большой плюс данного прибора по всему периметру корпуса можем видеть паз куда собственно будет и заправляется ответная часть и это опять более серьезная защита снова от попадания пыли во внутрь прибора на крышке это уже экранирование из тонкой фольги емкость данного элемента питания 1800 миллиампер часов можете написать какой из мультиметров больше всего нравится вам и какое хотели бы увидеть в следующем обзоре буду очень рад за лайк не забудьте подписаться всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр